всем привет сегодня у нас очередное видео про самогон и варенье сегодня у нас видео будет ну типа как наверно работа над ошибками будем исправлять ошибки потому как мы в тот раз неправильно сделали на пшенице самогон поехали короче пытались мы недавно сделать самогон на пшенице ну то есть простым методом это пшеница уже дробленая залили этом кипятком и добавили дрожжи кодзи ангел практически все мы там неправильно сделать и сегодня будем делать по правильному первое то что нам как бы сказали не надо там кипяток этот кипятить а можно просто залить крупу водой которые но не меньше тридцати градусов и дрожжи кодзи они нормально на этом как заводится так скажем и будут играть поэтому сейчас для начала насыпаем 78 килограмм крупы также емкость мы не стилизовали как нам в комментариях сказали емкость не обязательно стилизовать ничего страшного в этом нету крупы у нас мешок целый поэтому экспериментов можно много проводить и так сыпем сюда 7 8 килограмм крупы еще раза два хватит поставить вообще как бы даже то что мы неправильно сделали в тот раз но нам понравилось хоть нам и сказали что там этого хвостов попили попробовали короче ну вот но сам вкус очень интересный поэтому все таки хочется сделать по правильному и узнать что что это такое пшеничный 10 лет на самом деле сейчас сначала мы будем пробовать вот на этих коде несколько раз то есть несколько раз а несколько вариантов это на пшенице там на кукурузе на рисе как нам написали попробовать посмотрим какой там выхлоп с чего будет сравним продегустируем как обычно потом попробуем там нам объясняли еще на ферментах как делается ну короче будем пробовать на эту тематику разные варианты сейчас пока делаем по самому простому рецепту насыпали мы еще раз повторюсь 7 8 килограмм пшеницы теперь просто заливаем 20 литрами горячей воды не меньше 30 градусов так что там много там было в бочке 20 литров скал воды наливаем не 20 а получается где-то 30 35 литров добавляем воды потому что когда мы первый раз сделали мы 20 литрами запаривали потом ждали два часа и потом добавляли еще воды туда вот а сейчас мы сразу наливаем нужный объем воды и перемешиваем эту кашу ну вот как обычно наливаем чуть выше вот этих вот ручек 37 короче все нормально принципе мешается это все не так уж и сложно я думал сейчас комком слипнется и фиг размешаешь нет еще нормально следующий этап это внесение дрожжей дрожжи у нас кодзи ангел для того чтобы их внести мы сейчас одеваем средства защиты потому что нам многие в комментариях написали что их там не то что вдыхать я их открыл и нюхал еще не знаю как теперь жить с этим вот но их не то что вдыхать нельзя их вообще там короче ну в общем надо в маске работать и хим халате поэтому сейчас переодеваемся и вносим дрожжи вперед нам надо добавить 60 грамм дрожжей сейчас отмеряем и добавляем нет тихо эфи как все и и и и Здрасте, Бежим. Хорошо. Простыло. Рост, выкинуть. 62 грамма, паснули что. Тихонечко. Добавляем сюда. Чашку и ложку теперь выкидывать, наверное. Утилизируем. Перемешиваем. Ничего себе с меня не течет. 33 градуса. Все, короче, сейчас закрываем ее герметично. Взорвется. И отправляем на место туда, через гидрозатвор ставим, короче. Пошли. Все поставили под гидрозатвор. Ждем теперь, когда дрожжи запустится. Начнет бродить. Первые 3-4 дня надо открывать крышку и перемешивать, чтобы вот эту шапку сбивать. Вот. Ну и вообще следить, чтобы трубочка не забилась. Потому что брага это пенится очень сильно. Ну мы, в принципе, в тот раз так и делали. Единственная еще одна ошибка у нас была. Мы в тот раз всего лишь две недели ее выдержали. Не знаю, добродила она, не добродила. Мы просто так прочитали, что две недели больше нельзя. Типа она за 8, 14 дней написано, выбраживает. Это мы такую информацию нашли. Ну нам в комментариях большинство написало, что где-то надо недели 3, чтобы она бродила. Ждем поражение. Первый день. Вчера вечером она через часа полтора завелась и начала бурлить. Сегодня вот такой бурлит. О, какая. Перемешиваем. Вот эту шапку надо опустить. Закрываем. Он-то сгиданее расслаблен. Закрываем. Там, он писал, попали акции? Да. Ну да. Закрываем. Вот так, с habilления. Завтра проделываем то же самое. Завтра проделываем то же самое. Прошло ровно три недели. Вчера фляга наша перестала булькать. Короче, первые четыре дня мы флягу открывали. Перемешивали вот эту шапку. Каждый день, в течение четырех дней, эта шапка появлялась. Потом, по истечении четырех дней, она все, села туда. И мы перестали перемешивать. И просто она булькала, булькала, булькала. Три недели и перестала булькать. В тот раз у нас она, что-то, даже, по-моему, двух недель не булькала, если я не ошибаюсь. Но в тот раз мы первый день не перемешали шапку. Потом перемешивали эту шапку три дня. Не знаю, может она там из-за этого меньше бродила. Ну, судя по тому, что сейчас мы ее попробовали, она горьковатая такая получается. А тогда она у нас была какая-то кисловатая, что я скажу. Ну, может быть, она у нас в тот раз закисла, и мы ее кислую перегнали. Поэтому меньше было. Сейчас, короче, берем, что берем, открываем. В принципе, она даже еще чуть-чуть бродит. Можно, конечно, ну и не можно, а нужно, чтобы она еще постояла. Но просто у нас такая ситуация, что нам на днях уезжать, и потом просто будет много времени, когда ее перегонять. Поэтому пробуем сейчас. Но мы думаем, что сильно это не повлияет там на количество, на качество. В прошлом видео на данном этапе мы сидели и процеживали вот эту брагу там через ситечко, через марлечко. Отжимали, наверное, часа полтора-два, да? Нормально посидели. Долго сидели, короче, это муторно так. Ну и нам тоже в комментариях посоветовали, что можно такой ерундой не заниматься, а выливать ее прямо вот с этой жижей в перегонный куб. Единственное, нужно фальш-дно. Поэтому приобрели мы фальш-дно для самогонного аппарата Люксталь-8М. Там же у них на сайте продается. Ну, так как мы хотим дальше экспериментировать с зерновыми брагами, а потом, думаю, мы фруктовые будем делать, то оно необходимо. Вот так оно устанавливается. И все, сейчас просто сюда выливаем все содержимое фляги. Покажи. Вдвоем, как я один. Без меня. Итак, перегонять мы будем не как в прошлый раз, ну, мы хотели с одного раза. Сахарный десятилет, думали, если получается с одного раза, то и здесь так же получится. Ну, нифига. С зерновым, короче, это не проканает. Здесь надо обязательно делать две перегонки. Первую перегонку мы делаем быстро, на полной мощности, через медные перегонки. Вот у нас есть три, ну, две стареньких, получается. И одну мы еще докупили. То есть, получится у нас три пыжа. Их мы забиваем сюда, в метровую царгу. Собираем аппарат и быстро перегоняем с этими медными насадками. Они убирают серу из зерновой браги. Нам там люди советовали, ну, без разницы, говорит, что, хоть что-то медное, говорит, напихайте туда, насуйте в эту царгу. Хоть гвоздей, хоть болтов. Главное, чтобы медь была. Думаем, что три пыжа хватит. Все. Устанавливаем царгу на место. Собираем аппарат так же, как обычно мы собираем для перегонки прямотоком, как мы делаем сахарный дистиллят. Аппарат мы ставим на новое место. Сейчас объясним, для чего. Чтобы у меня было больше места на кухне. Кошек потеснили. Можно, в принципе, здесь собрать сейчас вот это колено и вниз дефлегматор вот так вот. И таким методом перегнать мы думаем. Но мы так соберем, чтобы видеть процесс в диоптре. Следующий подключаем до охладителя. Вот, поставили аппарат мы здесь, чтобы воду, которая с охлаждения, поступает сюда, вон оттуда у нас. Вот она, чтобы в окно мы высовываем и туда льется, чтобы ямы не заполнять. Подключаем охлаждение. Вниз приходит. Вверх уходит. Этот шланг мы кидаем туда, в окошко. Вот сюда будет течь, там, мисочку подставляем, и он на газон течет. Подключаем электричество. Ну и все, в принципе, чего, воду пустить надо. Мы теперь не боимся, пусть она льется там, сколько хочет. В яму не заливается, да? Ну и запускаем температуру. На полную мощность ставим, 100%, 3,5 киловатта. Все равно очень интересно, как будет с фальшдном, пригорит там к тену что-то или нет. Потому что, ну, щели-то там не такие уж прям микроскопические. Все равно туда должна каша эта попадать. Я про что и говорю. Ну, сказали, с фальшдном ничего не пригорает. Сейчас узнаем. Ставим термометр. Для того, чтобы понимать, на каких температурах здесь будет что-то закипать там, когда начнет капать. Ну, это для себя, наверное, уже больше. Все, ждем пока нагреется. А капать ей куда? А, сейчас этот шланг подсоединить надо еще шланг один. Подзабыли вы, Алексей. Как самогон гонит. Угу. Ставим сразу через попугай. Мы будем смотреть, со скольки градусов у нас начнется и до какой градусности. Ну, отбирать будем до нуля. Итак, при температуре 93 градуса, ну, по этому термометру, началось течь. Долго она там бухала, так бухала, ей тяжело было закипеть. Смотрим, сколько тут градусов. 75 градусов. Надо водичку прибавить, потому что на полную мощность сейчас греться вот. Не так дергается. Ну, там, видать, каша вот эта бурлит. Мне аж страшно. Ждем, когда отберется до нуля. Итак, кипит у нас тут все, бурлит. Запах стоит, что-то такое ощущение, как будто там, ну, подгорает. Завтра узнаем, когда откроем эту кастрюлю. На термометре 100 градусов температура. Струе у нас 5 градусов, короче. Прям мутноватое какое-то. Ну, насчет того, что мутное у нас предупредили, что она вот при первом перегоне должна быть мутное. У нас, когда мы в тот раз делали, она тоже в итоге мутное получилось. По запаху вроде, ну, похоже на то, что у нас в прошлый раз было. По вкусу мы пробовать не будем, потому что это, ну, типа спирт-серец. А когда завтра перегоним, второй раз постоит чуть-чуть, тогда уже попробуем. Все, сейчас отключаем. Тишина. Вот это тишина. Ну, он гудит, там, бурлит, видать, вот из-за этой каши. Там каша, наверное, варится. Все, аппарат пусть до завтра остывает. Завтра с утра посмотрим, что у нас там пригорело, потому что все утро будем драить. А сейчас берем, разливаем в баночку и смотрим, чего же и сколько у нас получилось. Ну, уже много, да? По сравнению с первым. Это же голову и хвосты еще отбирать отсюда. И так получилось 45 градусов. Ну, почти 6 литров. Может, чуть побольше. Ну, и если коррекцию по температуре сделать, ну, наверное, 6 литров, 40-градусный, короче, спирта-сырца, пшеничного, вот этого, самогона. Все, до завтра оставляем все. Завтра с утра моем аппарат и перегоняем второй раз уже как положено. Наступил новый день. Разбираем сейчас аппарат. Так, как нам этот узел можно оставить собранным. РПН, видите, какая серая. Вот это серая с бураги. Сейчас ее отправляем опять кипятиться с лимонной кислотой. Вчера мы перед тем, как ее использовать, прокипятили, и сейчас опять прокипятим. Так, это отправляемся мыть. Ну, а это сейчас сливаем в ведерко и смотрим, что там. Пахнет кашей. Пахнет кашей. Процесс идет. Реально, что-то провалилось у нас. Но это она сейчас упала. Короче, надо тащить его на улицу и там вытряхившись бы. Ну, ничего не пригорел. Это вот просто сейчас испачкался. Так, все нормально. Сейчас сполоснуть его и все. Ну вот. Хорошо, что все хорошо. На удивление. Единственное, говорит, сейчас вот тарелка, фальшно, оно провалилось туда. Почему-то. Металл, наверное, расширяется, сужается от нагревания. Все, сейчас моем, короче, и ставим туда все на место. Ну, какой налет. Сейчас ее сливать и опять кипятить надо будет. Такая грядища. И вода синяя стала. Все, отмыли. Куб перегонный. Ну, точнее, даже не отмыли, а просто сполоснули. Я и хотела сказать громкое слово. Только отмыли. Так, из шланга, короче. Ничего не пригорело, ничего не прикипело. Ну, если, конечно, оставить с каши его, ну, на стенках будет каша, она потом присохнет, замучится, отдирать ее. РПН медную мы тоже отмыли. Грязи, конечно, шандец просто полный. Аж руки все черные были. Два раза пришлось кипятить в лимонной кислоте и под краном еще мыть. В сахаре такой грязи нет. Не знаю, нам в комментариях писали, что при первой перегонке только РПН медную в царгу добавлять. Сейчас мы, короче, подумали, решили, что и сейчас ее тоже добавим при второй перегонке. Пусть будет. А то вдруг там еще грязь будет. Добавить жесткость. Жесткость, да. Ну, не знаю, у сахарного самогона мы пробовали на медный РПН перегонять его. Он становится жестким. Здесь не знаю, как получится. Попробуем, узнаем. Так, сейчас наливаем перегонный куб воды чуть выше ТЭНа. Это для того, чтобы у нас ТЭН не оголился при втором перегоне. И выливаем сюда спирт-церет. Собираем самогонный аппарат Люкстарь 8М по той же схеме. Как и при первом перегоне. И запускаем его. Подставляем баночку для того, чтобы собрать голову. Сейчас ждем, как начнут отбираться голову. Итак, на 87 градусах у нас начал капать. Мощность мы убавили до 30, как обычно, процентов на регуляторе. И таким методом головы отбираем, как нам писали везде, где-то 5%. по калькулятору посчитали. Это где-то 100-150 миллилитров. 5% потому, как люди говорят, чтобы не ободрать органолептику, что получается. Все, ждем, пока соберутся головы. Итак, отобрали мы примерно 100-150 миллилитров голов. меняем приемную емкость. Наше оцинкованное ведро ставим. Приятно пахнет. Какую-то сладость напоминает. Прибавляем мощность до 50. Ждем, пока наполнится попугай. Опускаем спиртометр. И вот чудо. 87 градусов показывает. А там у нас в том видео с 75 что и начиналось. Ну и короче, вот так вот отбираем тело. Единственное, в комментариях, блин, вот это вот, до скольки отбирать, там кто-то пишет до 80, кто-то пишет до 60, кто-то пишет до 50. Ну не знаем, наверное, будем где-то до 70 может отбирать в струе. Посмотрим, что получится. Вообще, хотел сказать, комментариев как бы много было под прошлым видео, где мы все неправильно сделали. И комментарии были нормальные, ни у кого там сильно пуканы не горели. А нормально люди объясняли, как надо правильно сделать. Советов было очень много. Все они там чуть-чуть разнятся, каждый, потому что по-своему делает. Ну мы как бы общую картинку вот эту вот выбрали. И вот сейчас делаем именно по этой общей картинке. Вот так вот. А там правильно, неправильно? Снова напишут. Сейчас нам надо прийти к методу, который правильно, вот именно с зерновыми. А потом, как мы говорили, хотим этим, таким же методом делать еще на горохе делают, на рисе делают, на гречке, по-моему, даже делают, на кукурузе делают. И вот их делать вот так вот. И сравнивать, пробовать, сколько что по выходу получится. И как у нас уже кукурузная крупа куплена. Лежит уже. Ждем, пока соберется тело. Итак, в струе, короче, сейчас 65. Не знаю, может быть рано, конечно, но прекращаем собирать. Остальное все в хвосты у нас пусть идет. Посмотрим, сколько будет. Пусть они пока собираются. Мы сейчас заценим, сколько у нас получилось, из каких градусных. Тогда у нас получилось что-то 3,5 литра, что ли, всего 40 градусный. А здесь трешка. должна она, наверное, градусов 70 быть. Сейчас замерим. О, 75 покажем. Сейчас по температуре скорректируем. 22,5 градуса. Ну, короче, 74 градуса получается. Почти 3 литра. пусть 2,800 будем считать. Так, итого, сейчас мы разбавляем, как нам нравится, 38 градусов. 2,7 литра надо добавить, короче. Суши, ну, неплохо вообще. Так, налили 2,7 литра воды. В воду добавляем наш самогон. Помутнеет, не помутнеет. Опять хвостов как раз 38 получился, как нам надо. Так, не знаю, надо, не надо, но все равно мы все-таки ее, как мы обычно делаем, процедим через угольный фильтр-барьер. Блин, опять она белая стол. Может, сейчас реакция пройдет, конечно, и не будет она так. Видать, хапанули хвостов. Надо было до 70 литра. как кто-то нам написал, это не сильно критично. Вот сток у нас получился. Ну, хапанули мы хвостов. Надо было до 70 литра делать, как и писали. Было чуть-чуть поменьше, ну, как нам объясняли, это нормальный выход для зернового дистиллята. Хвосты еще собираются, сейчас замерили, там они 40, по-моему, ну, их сейчас до 5 градусов там выгоним. Вот, ссылку на самогонный аппарат Люксталь 8М, как всегда, оставим в описании и напоминаем по нашему промокоду природа, скидка 3%. Сейчас что, нальем в бутылочку, сейчас мы идем плов готовить в беседку и как приготовим плов, продегустируем, понимаем, что надо, чтобы она постояла минимум 5 дней хотя бы, а так, чем больше, тем лучше. Ну, нет у нас времени ждать, надо сегодня заценить. До встречи в беседке с пловом. Итак, наготовили мы сейчас плова, целый казан, но это видео вы потом увидите про плов, для чего мы вообще целый казан делали. Еще салатик плова идет, очучпук или как? очучпук. Ну и сейчас задегустируем, что у нас за напиток получился. давай, пробуем. По запаху такой же. Пахнет, да, вот так же, как это, ну тогда сделали, то же самое, в принципе. По цвету то же самое. Модное. По цвету, ладно, мы поняли, что мы пожадничали, да не то, что пожадничали, мы не знали, ты же говорил сам, что кто-то говорит на 70 надо, а кто-то говорил на 50 аж. Ну мы среднее выбрали. Ну надо, наверное, где-то на 70 останавливаться, это никак не повлияет на количество, нам кажется, потому что градусность будет выше, но не будет она мутная. У нас два видео в один день. Мы сейчас плов готовим, поэтому я в другой футболке. Ладно, уже будет так. А так должно быть в футболке с Хайзенбергом. Давай, ладно, пробуем. Не будем уже назад выливать и складывать. За наших зрителей. Чего у меня там еще? Нас немножко не такой. За вас, за вашу здоровье. У нас сегодня 5000 подписчиков в Телеграме. я бы сказал, то же самое по вкусу. или мы сделали опять, как нам писали, такое же Г, как и перед этим. Но оно не Г, оно приятное. я согласен, оно приятное. Нам писали, что вы там какую-то гадость сделали. Закусы. Что вы сделали гадость и говорите, что это вкусно. Ну, я большую разницу во вкусе не увидел. Хотя две перегонки. Может быть, все-таки так же нету смысла в двух перегонках. А можно и с одной все делать. Короче, не знаю. Вкус такой же. Вкус такой же, да. И запах, и вкус такой же. Мы тогда сказали, что она прикольная, вкусная. Вот, ну, и сейчас говорим так же. Она прикольная, вкусная. Ну, мне кажется, тоже на любителя. Тоже на любителя. на застолье ее, ну, если ее поставить, то не все будут пить, мне кажется. Ну, у нас скоро будет застолье. У меня будет юбилей. Там дадим продегустировать и посмотрим, что люди скажут. Короче, вот так вот. Ну, больше, мне кажется, вот женщины, которые вино пьют, вот им больше подойдет. Им больше понравится это. И по запаху, и по самому. Скоро узнаем. А может, мы опять что-то не так сделали, нам сейчас напишут, что мы неправильно все сделали. Я тоже пытаюсь сковорнить. Вчера красила очаг и в краске. Вот такое видео получилось, ну, не знаю, вроде все по-правильному сделали, а что не так, не знаю. Пишите. если много чего не так, то будем переделывать в следующий раз, еще раз попробуем, или, может быть, там сделаем без видео, а пробовать уже будем другую там, кукурузную или еще какую-нибудь, короче, самогонку делать. Ну, разницы мы не поняли. Пока разницы, да, не поняли. На этом все. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Мир, добра, здоровья всем. Ждите новых видео. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok